Привет! Судя по шуму вокруг новой системы заданий, можно сделать вывод, что не все поняли, а в чем вообще смысл, и что многие считают эту систему хутой. Специально для сегодняшнего ролика мы посовещались с ребятами, а конкретно я, моя шиза и моя вторая шиза. Кхм, сегодня я вам расскажу о проблемах и преимуществах новой системы, кинули ли разработчики игроков на значки, почему не все разобрались в новой системе и как вообще фармить, расскажу некоторые тонкости, ну и самый главный вопрос, чейн саф на педально-цепном приводе, в общем, изменения кланов, но не КВ, все обсудим в этом ролике, приятного просмотра. Ну и чтобы рассуждать о плюсах и минусах, нужно кинуть небольшое просветление касаемо того, а что конкретно изменили. А изменили сам клан, добавив кланы больше смысла, теперь там не просто 20 быдла, которые ходят КВ, теперь это целое объединение игроков, которые могут эффективнее фармить и даже не обязательно в КВ. А что фармить? Газген? Ну, по уровню взрывоопасности я бы как раз таки назвал еженедельные задания газгеном. Еженедельные задания переехали в задания клана, отчего у многих подорвало жопу, но, как мне кажется, очень даже зря и сегодня я объясню почему. Первое, что важно понять, клановые изменения это больше про сам клан и про функции клана, нежели про изменения КВ. КВ режим сам по себе в обновлении затронут не был, поэтому текущие проблемы КВ остаются, собственно, вот вам ролик, можете глянуть. И, кстати, касаемо КВ, Юра из команды разработки отвечал на стримах, что у них есть идеи на этот счет и они планируют действовать постепенно. Опять же, как там по факту будет, я не знаю, может быть мне вообще вся эта информация приснилась. В общем, с обновой в клане появились новые смыслы. Если раньше единственная задача клана была тупо катать КВ, то сейчас это не так. Это социализация плюс объединение игроков для более веселой и эффективной игры. Да, это жестко. Сами, я думаю, замечали, что катать с друзьями или с пати куда интересней. И сейчас клан открывает вам фарм новых знакомств и эффективный фарм значков. И да, не для всех, но об этом мы поговорим чуть позже. Но сразу спойлерну, что уже две недели подряд к среде-пятнице у нашего клана все заданки выполнялись. Бывали моменты, что ты просто заходишь в игру и тебе по КД сыпется уведомление со значками. То есть в активном клане все работает как надо. При этом я все равно выделил положительные и отрицательные стороны обновления, так что гоу заглянем под капот. Первый минус. Он как будто бы одновременно и самый жесткий для игроков, но в то же время, если немного разобраться, он бессмысленный. Главное негодование игроков строилось вокруг того, что еженедельные задания переехали в клановые задания. И теперь соло игрокам нужно вступать в клан или в банду. И я вас понимаю, действительно был резкий переход. Найти активный клан дело непростое, особенно если ты никогда этого не делал. А тут тебе резко отрубают задания и отправляют искать клан, чтобы фармить. Но главный минус не в том, что новая система плохая, как многие говорят, а в том, что это произошло резко. Многие тупо зашли в игру и они поняли. Хотя на самом деле и анонсы были, и я в роликах говорил. Но опять же, какой процент людей это читает, а главное анализирует. Из-за новой системы появилась волна хейта, комментарии, какие-то видосы на ютубе. И вот закрутилось все в такой круговорот, что за всем этим хейтом и негодованием многие не заметили преимущества новой системы. Или не раскрыли их, потому что не состоят в клане. Ответьте себе на вопрос, как часто вы выкатывали еженедельные задания до обновления. Играли ли вы во все рейды, ходили в приключения, а если да, то сколько времени и сил на это все тратилось. За все свои 210 престижей я никогда не откатывал все еженедельные задания. Ведь чтобы это сделать, нужно не только потратить кучу времени, так и еще откатать добрые полсотни рейдов и вдобавок еще приключения. А если вы не любите ПВЕ, то это не выполнение заданий, это уже каторга. А ради чего? Этих значков? Поэтому многие из моего окружения игнорировали эти задания в пользу интересной игры. Преимущество же новой системы в том, что у тебя с кланом общий прогресс заданий. Это дает игроку свободу. Теперь не обязательно ходить в огромное количество рейдов и заниматься тем, что тебе не интересно. На самом деле все настолько облегчилось, что если у вас активный клан, где игроки играют и есть пару рейдовых задротов, заданки отлетают просто быстрее, чем аккорд от скорпиона. Да и вообще, раньше добрая половина заданий строилась на ПВЕ режиме, что лично меня отталкивало, ведь я отношусь к типу игроков, которому против ботов ну тупо не интересно. Теперь же упор идет больше в ПВП контент. И если подвести итог минуса, то проблема не в самой системе, а в резком переходе и в том, что с самого начала задания доступны были далеко не всем. И чтобы так сладко формилось, как рассказывает чайник, нужно найти клан. Я согласен, всегда гораздо проще быть предоставленным самому себе, но вам стоит один раз чуть поднапрячься найти клан и потом, я уверен, вы начнете фиксировать профит. Сейчас кланы стали востребований, а значит и набора в них тоже больше. Можете искать клан в специальном канале в чате игры, но также я хочу вам в этом помочь, я создал в своем дискорд сервере специальный канал для поиска клана. Если вы глава клана, то вы можете разместить заявку, а если вы игрок, то вы можете скинуть свою анкету. Мой дискорд доступен по ссылке в описании, я надеюсь, что поиск клана немного упростится. И это конечно же не все, как по мне есть еще минусы, которые не такие значительные. Во-первых, от банды большого смысла нет, ведь чтобы формить все задания, нужны активные игроки, а банда максимум 4 человека. Вы чисто физически не сможете открыть все заданки, вам будет доступна лишь часть и поэтому лучше найти сразу активный клан. По этой причине можно было бы снизить стоимость создания клана. Да и вообще, может быть и не стоит за это платить. Каждая игра в клане зарабатывает рейтинг противостояния. Как копится этот рейтинг? Он состоит из 5 лучших боев за неделю. Если вы наведетесь на свой рейтинг в клане, то вот эти 5 цифрок это ваши лучшие бои. Эффективнее всего этот рейтинг копить в КВ или в клановом противостоянии, поскольку в рандоме его приходит в 5 раз меньше. Причем подмечу, что не важно, катаете вы КВ или клановое противостояние, рейтинга оттуда должно приходить равноценно. Хотя сейчас проще всего этот рейтинг набирается в противостоянии, а не в КВ, почему-то оттуда приходит больше рейтинга, да и в целом у тебя попыток больше, потому что бои короче. Но как именно начисляется рейтинг за бой, это большая загадка. Даже РЕН-ТВ не берутся снимать программу по этой теме, а уж самые великие умы кроссаута не нашли ответ на этот вопрос за несколько недель клановой системы. Возможно, когда-нибудь нас просветит Юрий на этот счет, а пока это полнейший рандом, этот рейтинг не зависит ни от очков, ни от того, как ты запотел. Ты можешь сыграть катку за 1 минуту и тебе дадут больше рейтинга, чем когда ты потел 5 минут 1 против 4. Так что мужики, выдыхаем и после каждого боя крутим рулетку. В общем, рейтинг противостояния важная штука, ведь без него ваш клан не поднимет лигу, а следовательно не откроет все задания. В среднем каждый игрок клана набирает от 8 до 12 тысяч рейтинга. Максимальный рейтинг, что я видел у одного игрока, это 14 тысяч. Пару часиков в неделю покатайте в противостоянии и будут вам ваши 8-12 тысяч рейтинга. А для открытия всех заданий вам нужно 100 тысяч, выходит, что примерно 10-12 игроков достаточно для открытия всех заданий. Но опять же, чем больше игроков, тем проще их выполнять. И еще обратите внимание, что в конце недели рейтинг скидывается до нуля. Также, чтобы получать значки за выполнение заданий, вам нужна активность. Одно очко активности это одна тысяча нанесенного урона в любых боях. Следующий минус, который и не минус, а чисто заблуждение, с которого у меня сгорела жопа. На просторах ютуба и в комментариях встречал мнение, почему разработчики заставляют нас катать КВ. Ну, в этот момент хочется подойти к человеку и открыть ему глаза, чтобы он увидел, какие там вообще задания. Ну и опять, проблема в чем? Многие не захотели разбираться. Проще же посмотреть ролик или прочитать коммент другого чела и согласиться с ним. Ну и разработчики тоже недостаточно разжевали. Поэтому патчноут и анонс не самый эффективный способ донесения информации. У игроков кланы ассоциируются с чем? Скорее всего, КВ. Поэтому, когда ты слышишь словосочетание задания клана, то твое подсознание говорит тебе, ага, значит мне надо выполнять это все в клановой войне. Ну, а на деле, оказывается, что лишь пару заданий было на КВ. Да и то, после хатфикса 3 сентября, теперь нет ни одного задания, который заставляет тебя идти в КВ. То есть, клановые задания вообще отсоединяются от КВ формата. Даже тот рейтинг 5 лучших боев куда проще набить в противостоянии, а не в КВ. Да, нужно ходить в противостоянии. Но даже там не обязательно побеждать. Нет заданий на победу. Задания там только на фраге. Следующий минус. Какой смысл от клановой таблицы рейтинга противостояния? Она есть, чтобы что? Чтобы посмотреть, какой клан выигрывает больше в казино очков? Не спорю, что первостепенная задача этого рейтинга, это дойти до максимальной лиги и открыть задание. Это сделать изи, имея 8-12 человек в клане, плюс потом залутать значки. Но второстепенно можно было бы и посоревноваться с другими кланами в этих очках. Иначе, зачем вообще эта таблица? Благодаря награде у народа был бы смысл улучшать свой результат, катать противостояние, да и держать активный клан и в целом бороться за место. И наконец, последний недостаток, который я для себя отметил. 40 минут доступа к противостоянию. Банально, ты не успеваешь наиграться. Условно, я готов уделить игре 2 часа, и я бы все эти 2 часа прокатал в противостоянии. Но, увы, не получится. Разработчики это объясняют тем, что, когда он открыт на 40 минут, лучше заполняются очереди. Но, как говорится, не знаю, что там под капотом. Провел опрос, как удобно людям с моего канала, результаты на ваших экранах. Так, ну а сейчас я пояснил за спорные ситуации и минусы, которые можно было бы доработать в этом обновлении. А сейчас давайте расскажу про плюшки, которые мы получаем от новой системы. Первое, это стабильное выполнение заданий. Ты их не только выполняешь все, но и делаешь это проще раза в 3. Да, надо найти клан, но опять же, оно того стоит. Лично у меня выходит почти 3 фиольных контейнера за 2 недели. Ну, никогда такого не было, особенно если ты не катаешь рейды. И коэффициент результата к затраченному времени стал куда больше. Как минимум, нужно было откатать хуй по тучу рейдов, чтобы все выполнить. Сейчас тоже нужно играть, не спорю, не получится вступить в клан и залутать значки. Но распределяя заданки на весь клан, это стало гораздо проще. Второе, стало больше значков. А после того, как вышел хотфикс 3 сентября, разработчики вообще добавили задания и для соло игры. И теперь в сумме вы можете за неделю формануть 4000 значков механиков. Следующий плюс, станет больше кланов. Так или иначе, у игроков пройдет процесс адаптации, да и сама игра будет подталкивать искать клан. Социализация тоже важна для игры, ведь это больше удержания, а следовательно больше онлайна. Думаю, каждый сталкивался с перегоранием к игре, но в ней тебя удерживали люди. Конечно, кому-то гораздо проще быть волком-одиночкой, ауф, но опять же, клан вас не обязывает общаться и играть вместе в пати. Точно так же, в свободное время заходишь, смотришь, что нужно выполнить и просто играешь. Я думаю, что даже появятся какие-то кланы, которые тупо будут направлены на фарм и не больше. А лично мне даже интереснее, когда есть ощущение, что вы помогаете друг другу. И заключительный плюс, который я нашел, это перспектива развития не только клана, но и кв-режима. Как я говорил, кв-шку не трогали, а значит остались старые проблемы. Но зато новой клановой системой подняли популярность клана. Соревновательный момент важен и удерживает тебя в игре. Когда ты все для себя открыл, ты просто хочешь играть лучше и играть на победы. Рандом все равно не дает такого ощущения, он мимолетен, да и соревноваться там нет большого смысла. Ну а на этом у меня все, спасибо, что вы слушали мою душнину. Если смотреть на то, улучшился ли аспект с кланами и заданиями, конечно, не без минусов и нюансов, но 100% это улучшение. Если у вас были вопросы до этого ролика, надеюсь, вы получили до них ответ, или же их стало больше. Тем, кто шарит в этой теме, напоминаю, что в описании есть ссылка на скидку в 3% на весь магазин Кроссаута. Спасибо тем, кто в случае доната этим пользуется. А на связи был Чейн Соу, скоро увидимся.